Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Вот я сегодня хочу вам показать те листы, которые я приобрел на 6 банкнот. Особенно для долларов. Это будет само то, что надо. Обратная сторона я достал, чтобы показать вам это. Одинаковая. Вот на этот тип банкнот, обратная сторона для всех однодолларовых банкнот, она одинакова. Поэтому я посчитал, что на 6 банкнот листик как раз взять один лист на 6 банкнот долларовых. Это будет то, что надо. Потому что, ну что одну и ту же сторону смотреть, то смысла в этом не вижу. А вот когда их рассматривать, когда их рассматривать, с одной стороны, здесь и буковки видны. Видите, разные. А, Б, там идет все по порядку. Ну, у меня все буквы есть уже. Однодолларовый, двухдолларовый. Ну, вообще-то, что-то у меня из двухдолларовых есть, что в однодолларовых нет. Ну, нужно просматривать и подбирать. Ну, как бы так, вообще-то все резервные банки у меня есть. Вот, все 12 в одной и двухдолларовых купюрах. Ну, и так буду продолжать, конечно, по годам. Ведь А, А, 1, 1, все похоже, все подходит. Но только не подходит то, что год 2013 и 2017. Два разных года. Ну, еще другие года есть. Там дальше у меня 90-е, 70-е и так далее. Поэтому, все, чего нет, я все кладу. Нет года, нет номинала. Ну, номинал опять-таки беру пока с маленьких. Всегда начинаю, всегда с малого. Немножечко расту. Так, что у меня единственное нет? Ага, из баков мне 50 баков нет. Ни новых, ни старых, никаких. Ну, тоже вот. Как-нибудь соберусь, да возьму. Называется, руки не доходят. Ну, вот такие вот. Я вам сейчас немножечко пролистаю, как это выглядит. Видите, на 6 ячеек, может, кто-то возьмет на вооружение, что это просто экономно для места и так далее. Не то, что там я экономлю, но обратная сторона вся одинаковая. Это просто ни к чему, ни к чему. Ее все уж наизусть знают. Видите, разные буквы. Ну, здесь небольшой апгрейд тоже произошел. Что-то добавилось. Так же, со звездами покупаю охотно. Замещение банкноты. Вот, разные буквы. Видите, L, K, K, это, видать. Ну, вот, видно по подписям разные, разные года. Да, буква А еще внизу бывает. Тоже это разные подписи. Потом разное исполнение. Вот видите, F, V. Это тоже. Видите, F, V. И здесь F, V тоже. Форд Ворд. Это F, видите. Вроде бы один, а все и не разненькое. Где-то даже одинаковое здесь в F, то здесь последняя буква. Вот. А. Здесь G. 13, 13, UNC. Это абсолютно одинаковые вот эти вот банкноты две. Ну, кинул на всякий случай. На. Обмен, например. F, 13, 13, это у меня, наверное. А, здесь M. Буковка. А здесь N. Вот почему, а это звезда, видите. Замещенка. Все разное, одинакового нет. Может и там тоже что-то разное, я не усмотрел. Где-то я брал штук, несколько штучек, шесть, когда-то раньше дарил там, то есть все, какого-то образца. Где-то у меня даже покупали. F, V. Видите, F, V тоже есть много. Двушечки, это B-шечка. B-шечка с A внизу, видите. Здесь нет. Девятый, тринадцатый год, видите. Это с A, все разные. Хотя и B на банкноте. Так что апгрейд идет, все прибавляется. Это D. Даже видно, вот это D по подписям разное. И тут A здесь нет. Вот двушечка, семьдесят шестой. То, что мне Денис выслал с Америки. UNC 76-й. Это это, ну как бы сама литер, она редкая. Даже не 76-й год, а самый простой год. Ну, уже она стоит там, ну, долларов семь, наверное, стоит. Самая простая, последние года. Да, это, видите, 76-й, именно тот юбилейный год, когда возобновили с двухсотлетием вот такие бумаги. Два доллара. Тоже F. Здесь 100 в конце веки. А здесь 400. 07, 92, 74, 100, 400. Понравились мне такие номера. Я оставил. Вот 76-й F. Тоже Денис прислал. Там сзади гашение и марка. Вот эту можно было бы на двухстороннюю поставить. Но это я знаю. Если кому надо будет показать, я покажу. Но из одной банкноты тоже менять всю конструкцию. Тоже F. Это девятый год. Форд-ворд. UNC 2009. 80, 79, 27, 3, 36, 85 с одной пачки. И это тоже, наверное, рядышком где-то. Так, G, G, I. Это 2003-й, 2003-й. Как мы видим, это девятый. G, семерочка. Это девяточка, семерочка. Разные года, разные. Поксимилия, подписи. Это одинаково, те разные. 2009-й, видите. F, W, N, C, 13, 9, 3, A. Ведь G, K, L и L со звездой. Девятый, L, 13, L. И со звездой это замещение. Так, пятерочка старого образца. Пятерочка нового образца. E5, F6. Десяточка. Тут я, как бы, по виду, по виду собираю. В принципе, но разновидности, если какие-то что-то попадется, по хорошей цене, в принципе. Чтобы не переплачивать сильно. Вот двадцаточка тоже у нас. Соточки. Вот эта соточка, видите, тут написано, фальшак. Ну, в то время, ну, как бы, в то время его подсунули продавцу. Продавцу подсунули. И вот он у меня в коллекции. Ну, ясно, что для спецов это не проблема отличить. Хотя хорошо сделано все, но для спецов не проблема. Тем более, кто если меняет там из рук в руки где-то, то он берет ее и пробует на разрыв. Ну, это, скорее всего, бумага. А здесь ткань. Хлопок лен. Здесь ткань. Ее тяжело порвать. Так, миллионы были еще, выпускали баков какие-то клубные. До сих пор так не очень понял. Ну, выпускали официально клубные для какого-то там клубного применения. Вот это, похоже, а вот это, видите, не является платежным средством. Ну, это так, тема. Это уже прозрачное, уже другое дело. Вот евро тоже, думаю, надо будет положить тоже евро. Вот 2002-го был, а это уже 13-го. Видите, тут и буквы разные, выпуски тоже большой, как бы. Большая коллекция может получиться. И тем не менее, если в евро вкладывать, ну вот. Пресс, он всегда дороже. Пресс любой. Сегодня ты взял бумагу, пресс. И она, как коллекционная ценность, уже имеет цену свою. Поэтому, это даже, ну, ты не теряешь, откладываешь. Цена только растет, в принципе. Вот, еще много места для всего. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки. Подписывайтесь. С вами был Олег. С канала Деньги Мира. Олег Хико. Пока-пока.